сегодняшний наш урок будет посвящен то что я назвала нейро вышивкой здесь мы соединим с вами все знания полученные о нейрографики и вышивка таким образом мы можем уж вышить с вами вот такой вот деревце и оформить его в кармашек или можем оформить его в рамочку и повесить в интерьере давайте посмотрим какие материалы нам понадобятся здесь понадобится бисер уже нанизанные на ниточку 23 размера разного я сделала просто микс собрала их в одном контейнере и нанизала на ниточку такую то есть вышивать будем крючком естественно понадобятся нитки для вышивки нитки для пришивания камней это л-л или какие-то другие плотные ниточки нам понадобится жемчуг разного размера тоже любой речной и нам понадобится жемчуг овальный вот этот вот жемчуг для стволов дерева он имеет форму рисинок по-моему он так и называется рисинки и по возможности это не обязательно а по желанию какие-то либо декоративные панет очки либо обычные панет очки с которых тоже можно будет собрать цветочки ножнички крючок иголка пяльцы и конечно ручка для переноса рисунка теперь приступаем к вышивке теперь нам нужно перенести рисуночек с лицевой стороны так как мы вышивать будем крючком то естественно вышиваем мы с изнанки а вся красота будет с лица и так переносим основную линию я ее выделила красным цветом с нее начнется вся вышивка контуры ствола и веточек и и и и И листики. Имитация листиков, конечно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Это у нас жемчуг рисинки. Мы начнем вышивать сначала его. Вышвим эту линию. И она уже нам продиктует точная ширина и точное расположение контурных линий. Вышивать я буду ниточкой ЛЛ. То есть я нанизала этот бисер на ниточку ЛЛ, потому что она покрепче. Можно и обычной хлопковой ниткой для вышивки. Делаем закрепочку обычную. И вышиваем. Здесь, так как длина разная у наших жемчужинок, поэтому мы подкладываем сначала жемчужинку, ориентируемся, какой она длины. И делаем прокол. Вторую. Продолжение следует. Вот так вот. И далее мы переходим на вторую ниточку. Работать будем с двух катушек одновременно, потому что мы их будем менять и вышивать по очереди. Здесь я нанизала, как я уже говорила, бисер разной величины, потому что фактура дерева и листиков, они все разного размера и, соответственно, бисер я бы хотела использовать тоже разного размера. Но это не принципиально. Можно вышивать и всего лишь одним бисером. Теперь мы вышиваем контур и линию номер 2. Здесь что мы делаем? Мы начинаем вышивку вот здесь или, в принципе, вот здесь. Можно ее начать. Теперь поднимаемся вверх, спускаемся вниз и в холостую поднимаемся опять вверх. То есть мы вышиваем таким способом ответвления. Вот у нас одна есть линия. Делаем ответвление в сторону бисером, возвращаемся в холостую, как мы вышивали щупалицы у медузы. Возвращаемся в холостую и идем вверх. Идем вверх сюда, делаем ответвление, возвращаемся в холостую, ответвление опять в холостую и идем вниз, делаем ответвление и уже выходим в этой точке. Это все несложно. Рисунок лучше держать где-то перед собой, в районе видимости, чтобы помогать себе. Итак, начинаем. Вот здесь делаем закрепку и плотненько вышиваем бисеринка к бисеринке. Это наши корни. Доходим до контура. Здесь делаем такой легкий выпад, один стежочек. Возвращаемся вниз. Идем вдоль ствола дерева. И здесь мы бисером прижимаемся к рисинкам, к первому шву. Сделали закрепку и возвращаемся вдоль шва. Бисеринка. Бисеринка. Продолжаем вышивать контур. И, возможно, не по контуру, не по вот этой линии мы идем, а прижимаемся как можно ближе к крупным бусинкам. Здесь невозможно просчитать всегда ширину бисера, особенно индивидуально, так как он у вас будет у всех разный. Поэтому я создала именно такую схему и такую систему, которая поможет без особых просчетов, точных миллиметровочек создать ровную вышивку. Сначала делаем контур центральный, потом боковую. Продолжаем. 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 маленькую закрепочку делаем и идем обратно в холостую вдоль линии бисера Музыка Также аккуратно идем вдоль другой стороны. И заканчиваем по рисунку. Там, может быть, еще нужно будет добавить, но это мы потом уже посмотрим. Вот эти ниточки нужно оставлять чуть-чуть подлиннее, не срезать их сразу, потому что если их срезать, как вы помните, они будут видны на прозрачной вышивке. Нам нужно будет их спрятать. Поэтому оставляем. Их можно, чтобы они не мешали, все собирать под одну булавочку. Просто берем булавочку и подкалываем. Далее мы переходим к второму стволу дерева. Это у нас шаг номер три. Мы опять пришиваем ствол. Итак, здесь мы также вышиваем, ориентируясь уже на глаз. Просто находим центральное положение. Находим центр. И здесь начинаем пришивать наши бисеринки, жемчужинки. Прижимаясь к бисерному контуру. Здесь нужно ориентироваться на длину камня. Вот, прям плотненько. У меня, конечно, совпадают все линии, потому что я делала изначально расчет. А расчет по ширине конкретно своего материала. А у вас могут чуть-чуть не совпадать. И в этом нет ничего страшного, а наоборот. Уникально. Так. Идем вверх осторожно. Осторожно, аккуратно прокладываем вверх. И когда мы вышиваем эти камни, органза нам позволяет выбирать красивую, самую красивую сторону. Потому что у меня рисинки, они с двух сторон разные. И такое ощущение, что есть изнаночная сторона, а есть лицевая более выгодная. Вот. На этом камешке я хочу закончить. Со стволом. Он как раз тоненький. Делаю закрепочку. И здесь, конечно, уже обрываем нить. Следующий шаг. Номер 4. Теперь мы будем вышивать вот эти темно-коричневые линии. Их здесь очень много. И делать это мы будем, естественно, без обрыва нити. Без обрыва нити, как мы уже с вами научились. И, соответственно, как в нейрографике. Одной единой линии. Мы идем из этой точки с возвратами. Здесь вот их много возвратов. И заканчиваем вот здесь, внутри дерева. Начинаем вот здесь. В этой точке. Здесь укладываем его тоже, уже ориентируясь на ощущение, чтобы не положить лишнего и не сдвинуть. Лучше чуть-чуть дать свободы, чем наоборот уплотнять. Возвращаемся. Вот это такое маленькое ответвление было. Дошиваем вот эту часть, вот эту линию. Возвращаемся. Наверх. Похвостую. Здесь у нас контур тоже немного. Лучше пройдем сюда. Кстати, как вариант, можно наоборот. Сначала пройти тамбурным швом и тем самым очертить линию. А обратно идти бисерным. Либо петля в петлю, либо рядом. Либо петля вот немножечко таким легким зигзагом. Здесь уже на ваше усмотрение и фантазию, и творчество. Теперь опять прижимаемся плотно к предыдущему камешку, к предыдущей линии. КОНЕЦ 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 Здесь мы подходим к концу нашего шва. Упираемся в дерево. Здесь два варианта у нас. Либо можно сделать обрыв ниточки и другую линию продолжить здесь отдельно. Либо можно ее на булавочку закрепить, а потом перейти на эту линию. Я закрою. То есть можно делать без обрыва нити, можно делать с обрывом. Я закрою. Вот. Таким образом мы вышли уже половину дерева. следующий шаг это у нас третий ствол. Вот это третья линия. Значит, мы начинаем вот здесь и опять вышиваем камешками. Потом мы опять бисером будем вышивать вот эти вот линии. И как я говорила, можно было сделать без обрыва нити. Вот здесь на булавочку закрепиться петельку, да, и потом перешагнуть через все контуры и начать вышивку вот здесь. Это на ваше усмотрение. Значит, я сейчас вышиваю опять камешками, жемчугом и бисером. Два шажочка. Здесь также на глаз мы определяем центральную линию, место расположения камушков. Делаем закрепочку и опять укладываем красоту один за другим. красота 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 Субтитры создавал DimaTorzok Делаем закрепку И обрываем ниточку Все Все с жемчугом мы здесь Закончили, продолжаем вышивать Контур Самая последняя линия Здесь я допустила маленькую ошибку И пропустила Вот эту линию Которая у нас относилась К Номеру 2 Да, это было номер 2 Я здесь не вышила, но это Ничего страшного, я сделаю это сейчас Просто у вас По схеме она там есть И обратите внимание, что Чуть-чуть по-другому вышивается Но это, как вы понимаете, непринципиально важно Всегда можно что-то добавить Убавить Теперь я перешагиваю В ту сторону И иду плотненько Опять к жемчужинкам Здесь мне нужно выйти опять В сторону К жемчужинкам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Там, где веточка у нас одна переходит через другую, мы просто перешагиваем ДимаTorzok И здесь мы уже заканчиваем Ставим последнюю бисеринку И делаем закрепочку Итак, мы закончили вышивку Теперь переворачиваем И смотрим, что у нас получилось Получилось у нас красивый ствол Все ровненько, все аккуратно Вот здесь, скорее всего, я бы еще добавила Но делать я это буду уже, конечно, после того, как вышью всю основную часть И, может быть, что-то еще и добавлю Так, следующий шаг у нас С яблочкой, мы пришиваем крупный жемчуг Пришивать его можно иголочкой Или крючком Я буду пришивать крючком Для этого нужно жемчуг Нанизать на катушечку Я пользуюсь нитками ЛЛ Вы можете пользоваться тоже ЛЛ, либо какими-то просто крепкими ниточками Или пришить вручную иголочкой Переворачиваем обратно на изнанку И пришиваем крупные бусинки крючком Так, делаем закрепку Потом пришиваем жемчужинку И еще раз делаем закрепку Потом эти ниточки можно будет между собой связать Можно сразу это сделать Можно потом Это не имеет значения Следующее Опять же, в центре крестика делаем Зацепку Ставим жемчужинку Здесь также нужно на ширину жемчужинки делать шаг Чтобы она держалась ровненько и аккуратно И делаем закрепку И делаем закрепку И делаем закрепку И делаем закрепку Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавляю 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 DimaTorzok Можно 3 тамбурных, 1 бисерный Чем больше конечно тамбурных, тем прозрачнее вышивка Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Отмотать, сейчас покажу, либо можно отмотать ниточку основную и еще на нее с обратной стороны до нанизывать, либо можно закрыть, сделать обрыв нити. Вот здесь он хорошо у меня закончился прямо вот в кустике, и я ниточку спрячу, немного не рассчитала. Делаем закрепку и продолжаем вышивать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И здесь уже аккуратно заканчиваем. Делаем закрепку. Переворачиваем. Вот что мы в итоге получили. Я считаю, это очень красиво. Это очень красиво и очень просто. И главное, нам ничего не нужно добавлять. По идее, можно было еще пройтись поперечными линиями и добавить еще густоты. Но так как у меня здесь будут еще вышитые цветочки, то я добавлять больше ничего не буду. Значит, теперь я ее обратно переворачиваю. Убираю все ниточки. И перехожу на декорирование с лицевой стороны. Ниточки достаточно просто отрезать. Ну все. Изнанка у нас чистая. Переходим на лицевую сторону. Теперь нам нужно декорировать наше дерево пайеточками. У меня пайетки в форме цветочков. Но в принципе можно и обычными пайетками одиночными. Либо также вышивать цветочки из одиночных пайеточек. Делаем закрепку. Берем маленькую бисеринку, как ножку. Будем использовать как ножку ее. Цветочек. И крупную бисеринку. Итого получается вот такой набор. Мелкая бисеринка на ножке. Пайетка и крупная бисеринка. Пришиваем. Еще разочек. Нужно пару раз. И делаем закрепку. На одном месте несколько раз. Туда-сюда. По цветочку. Срезаем ниточку с лицевой стороны. Так мы работаем двумя руками. И вышиваем дальше. Здесь уже исключительно на свое усмотрение. И конечно все зависит от того, смотря какие у вас пайетки. Срезаем ниточки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И так продолжаем вышивать все недостающие места на свое усмотрение И вот вышиваем последний цветочек Второй стежок Субтитры создавал DimaTorzok И наша вышивка готова Я думаю, не буду ничего здесь добавлять В принципе, очень гармоничное, красивое и интересное деревце получилось Все как по эскизу, ничего лишнего, ничего дополнительного Вот и все Значит, что с этим можно делать? Естественно, можно было сразу это спроектировать в кармашек И оформить как кармашек по уроку У вас есть урок, как оформлять кармашки прозрачные И пришивать к изделию Либо оставить в рамочке Так как у вас уже есть урок по тому, как оформлять кармашки То сейчас на примере этого дерева я покажу, как его зафиксировать и оставить в раме Для того, чтобы украшать интерьер Да, такой очень красивый, несложный и интересный может быть подарочек И украшение в интерьер Идем тогда оформлять И все-таки я посмотрела со стороны И здесь между наших основных корней Я хочу добавить линии таких легеньких корней Вот точно таким же пунктирчиком Потому что они здесь немножко тяжеловаты И чуть-чуть все-таки мне не хватает Поэтому я отметила здесь точки, где они заканчиваются будут А остальное буду вышивать на глаз Не обязательно здесь рисовать Они такие коротенькие Нужно просто для себя отметить последнюю точку, где заканчиваются Чтобы не выйти за рамки и не испортить композицию Пунктирным швом Точно таким же, как мы вышивали кроны дерева Точно такой же шов Один-два тамбурных И стежочкой И один бисерный Тамбурные Бисерные Тамбурные Бисерные Здесь мы перешагиваем Идем в холостую вниз И так же Бисерные Бисерные Тамбурные Бисерные Тамбурные Бисерные Идем в холостую вниз А обратно Обратно опять бисерные Пунктируем Бисерные Тамбурные Бисерные 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 Делаем закрепку в конце. Продергиваем ее на лицо и сразу прячем. Закрепляем, прячем, снимаем. Закрепляем. 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 И горячем утюг еще. И так, мы хорошенечко пригладили. Теперь берем кисточку и клей ПВА. Кисточку, клей ПВА. И аккуратно здесь проклеиваем. Прямо вот так вот по краю проходим. Лишнее снимаем. Клей при высыхании становится прозрачным, поэтому... Ничего страшного, если попадает вот здесь вот внутрь. Музыка. 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 проклеили нужно дать подсохнуть буквально несколько минуточку чтобы клей просто впитался и стал такой чуть более прозрачным полупрозрачный я бы сказала вот здесь нужно осторожно чтобы не приклеилась лишняя вот мне здесь клей попал на на держатель на этот поэтому я думаю я здесь тогда сразу сейчас лишнее срежу теперь развитие события может быть разное можно прикрыть вышивку да прям наглухо закрыть картоном то есть мы берем картон сверху накладываем сверху еще прижимаем чем-то и так он и сохнет в итоге у вас будет фон да то есть картон еще то есть вышивка будет на фоне сейчас не видно вот так вот можно поменять можно сделать темный фон или наоборот в цвет стен то есть все зависит от задачи хотите вы скрыть ее или нет я хочу оставить изнанку открытые прозрачные вот такое потому что сзади очень чистая красивая работа и это же как нейрографии так как у нас нейро вышивку то я так и оставлю а для этого нам все равно нужно здесь приклеить я бы приклеила здесь бумагу вот как бы зафиксировать тогда можно взять кальку и или шелковую бумагу здесь такая тоненькая шелковая бумага для чего она нужна она нужна чтобы еще раз зафиксировать органзу и дерево как это работает мы накрываем это сверху прижимаем вот так вот пальчиками проходимся аккуратненько клей еще сырой не до конца высох потом эта бумага у меня шелковая через нее клей пройдет поэтому я маслянистую кальку сверху прикладываю еще и накрываю сверху вот под пресс кладу под пресс кладу под пресс она у меня сохнет это должно сейчас очень хорошо просохнуть часов несколько лучше вообще на ночь оставить потом когда это все высохнет например у вас здесь есть картон да если у вас картон у меня калька вы берете ножницы или еще лучше канцелярский нож есть такие канцелярские ножички острые и вот это лишнее аккуратно и вот так вот срезая шаг за шагом к кому допустим это канцелярский нож и вот им вот так вот аккуратненько нужно по краю по контуру срезать вот и все и у вас будет очень красивая аккуратная вышивка что касается кальки то я и здесь срежу лишнее по краю еще и внутри просто ножницами или тем же канцелярским ножом вот как например органзу точно так же у нас будет и бумага проткнул и просто ее срежу и в итоге у меня будет просто бумажная каем очка на заднике вот и все вот наша вышивка с вами и готова очень на мой взгляд прекрасная вещь как в подарочек можно сделать все и так после того как наша рама высохла наша задача срезать лишнюю ткань вместе с бумагой для этого мы берем ножнички тоненькие можно наши швейные аккуратненькие прокалываю и срезаем вдоль пялец это если срезать ножницами есть второй вариант более быстрый и более точный для этого понадобится вот такой вот зеленый мат если вы шьете если у вас есть то время как раз его достать и канцелярский нож у меня выглядит так вас может быть какой-то другой и так мы берем нож и аккуратно срезаем и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот у нас с вами уже почти идеальная рамочка. Здесь еще нужно аккуратненько почистить по краю. Теперь нужно определиться, оставляете ли вы задничек или будете его снимать. Я буду снимать, поэтому переворачиваю опять. И здесь аккуратно, либо канцелярским опять ножом, либо ножничками срезаем эту бумагу лишнюю, внутреннюю. Внутреннюю часть подкалываем и самым вот кончиком аккуратненько срезаем. Даже если это будет и поплотнее бумага, делать можно то же самое. Единственное, будьте очень осторожны, чтобы не травмировать вышивку. Поэтому его можно повернуть нож и срезать вот таким способом. Продолжение следует... Вот получается такой у нас задничек. Это тоже еще можно чуть-чуть доработать, снять ножничками, либо ножом. И при желании эту часть можно еще раз зафиксировать, пройтись клеем, а потом подкрасить какой-то красочкой акриловой в цвет пялец. Ну или беленьким, очень аккуратно, как вам нравится. Можно закрашивать, а можно оставить так, как есть. Вот, собственно, основная часть и готова. Рама будет держаться, она никуда не разъедется и уже можно дарить. Вот и все. Посмотрев на готовое изделие, мне захотелось все-таки добавить еще контур. И поэтому, несмотря на то, что я уже приклеила, теперь я добавлю контур по краю вышивки. Сделать контур можно разный. Либо пунктирным швом, как здесь, и миксуя бисер, да, очень крупный, очень мелкий, и также разного размера и разного калибра. Либо вот так вот плотненько бисерным швом пришить. Я выбрала вот этот вариант, плотным бисерным швом, его и продолжу выполнять. Закрепляю пальцы и возвращаюсь к вышивке. Здесь нет ничего сложного, мы просто идем тамбурным швом, бисерным, вдоль рамочки. Ну вот, теперь наша работа готова. Мы добавили еще дополнительный стежочек бисерный, бисерный контур. И я считаю, что работу можно заканчивать и дарить. При желании, в принципе, вот здесь тоже можно еще по краю добавить какие-то бусинки, пайетки. Это все можно уже приклеить сверху, ну прям поверх дерева, сверху рамочки. Вот такие какие-то тоже детальки. Либо горячим пистолетом, если он у вас есть, либо клеим кристалл аккуратненький. Вот такие какие-то деталечки. Ну это, конечно, уже по желанию. А так, собственно, все. Наша работа готова.